Я вновь всех приветствую из Вьетнама. В этот раз мы с Дмитрием Инви Протасовым, тренером команды Вега. Дима поздравляю с еще одной победой. И у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Вы сыграли 4 игры, все игры выиграли, но может быть с какой-то командой было сложнее готовиться, или с какой-то командой сложнее была игра? То есть кто потом из противника более сильный? Ну, я бы не стал говорить именно о каких-то их механических либо макрознаниях. Я бы сказал то, что в принципе нам было сложнее всего играть первые игры. То есть это первая игра против бразильцев в первый день, и сегодня это, соответственно, игра против Меги. То есть чисто с моральной точки зрения нам было, скорее всего, тяжелее всего. Если говорить про драфты, то драфтить, скорее всего, тяжелее всего против японцев, потому что у них достаточно неприятный для нас чемпион пул. В первой игре мы кое-что придумали, их переиграли, мы забрали Хеймера. Сейчас посмотрим, что будет через игру. Хорошо, спасибо. И тогда такой другой более общий вопрос. Сейчас вот здесь играют регионы, которые начинают с плей-ин стадии. Им всегда считается историческим сложнее конкурировать с большими регионами, с Европой, Северной Америкой, Китой. Как тебе кажется, с чем это связано, и чего не хватает регионам меньшего размера, развивающимся регионам? Ну, если говорить непосредственно о семи командах, которые сейчас в плей-ин стадии, им всем не хватает до единой макро понимания. Возможно, там за счет только… Ну, Вьетнам и Турция, они такие, типа 50-50, потому что турки достаточно сильные механические, и при этом даже если посмотреть их лигу, они не так, чтобы сильно играют в макро. Насчет Вьетнама я многого сказать не могу, но вот то, что было непосредственно именно в группе А, было не совсем хорошо. И вот взять, опять же, наши скримы, мы скримили с бомберсами, и мы скримили, соответственно, с… Кто там у них четвертый? Я уже все забыл. Ну, в общем, суть в том, что ребята… Да, и Сурусы, вот. И суть в том, что ребята просто бегают, рофлят и стараются драться. Все, то есть на этом все. Хорошо, спасибо. С нами был Дмитрий Инвипротасов, и увидимся на следующем интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!